Добрый вечер! Добрый вечер! Новая книга наверняка будет интересна не только специалистам-международникам, но и широкому кругу читателей. В ней множество интересных фактов, касающихся и Кубинской революции, и развития связей между нашими государствами, фактов, к которым Николай Сергеевич имел самые непосредственные отношения. Уверен, что книга займет достойное место в серии «Жизнь замечательных людей», биография продолжается, издательство «Молодая гвардия». Братья Кастро открыли новую эпоху для своей страны. Вместе с Фиделем Рауль стоял у истоков революционного движения на острове, закладывал основы современной кубинской государственности, много сделал для сохранения независимости и суверенитета Кубы в условиях жесткого давления извне. Сегодня, когда перед Гаваной стоят масштабные задачи по комплексной модернизации страны, Рауль всемерно способствует их успешному решению в интересах обеспечения устойчивого развития, роста благосостояния кубинцев. Велики заслуги Рауля Кастро в утверждении особого места Куба в международных отношениях. Широкое признание получили и продолжают получать усилия Гаваны в отстаивании принципов справедливости в мировых делах, в сплочении движения неприсоединения, в укреплении латиноамериканских интеграционных процессов и солидарности. Месяц назад мы отмечали 55-летие восстановления российско-кубинских дипломатических отношений. Рауль Кастро, как и Фидель, продолжает носить неоценимый личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими государствами, которое прошло проверку временем, достигло уровня взаимовыгодного стратегического партнерства и ориентировано на долгосрочную перспективу. В его основе чувство искренней дружбы наших народов, принципы равноправия и взаимного уважения. Дополнительный импульс всестороннему взаимодействию придали результаты визита президента России Владимира Путина на Кубу в июле прошлого года. Жизненный путь Рауля Кастро – наглядный пример бескорыстного служения своей родине, своему народу, с которым Рауль всегда разделял и тяготы, и радость успехов. Этим он заслужил глубокое уважение кубинцев. Поэтому рассчитываю на то, что презентация позволит открыть путь к этой книге многим и многим читателям, а Николаю Сергеевичу желаем, конечно же, новых творческих успехов и самого доброго здоровья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ